всем привет сегодня 29 сентября снял я где-то хобров музыка стоит ставлю рацию пришлось вот так вот рассверлить нигде банку и адахов закрепил потому что процесс от оставляешь упирала здесь антенну насверлил я короче все ошибся думал правее здесь же сама вот эта площадка не будет давать короче она говорит 7 раз отмерь один раз отрежь закручивать с телефоном как неудобно датчик давления масла не знаю думал куда-нибудь сюда что присобачить такой вот бардак проводка там вот преобразователь стоит собственно кабина грязная еще пока химическую не делал надо вызвать кого-нибудь сделать химическую самому кайфалом хотя то есть пылесос такой есть который влагу может впитывать засасывать но как-то так всем привет сегодня 1 октября снял я собственно расширитель вчера по трубке все поменял под машины значит видно будет или нет все сильнее поставил по трубке вчера снял от расширить и хочу отмыть лимонной кислотой попробовать это он резинючий даже не видно минимум максимум как то так сейчас все это делать он старый антибрес остался от этого отдава залью на время промыть систему что вода низк раз промывал но что-то без толпа но все рыжие коричневый это рожавчина идет высыхает вот так вот из в рову старом антифризом промой чуть поезжу потом залив новый как-то так ты естественно пока никто ничего не отмывал жила так открытия рация поставил свет в салоне сделал там будущем наверно как-то примерно суда на запихаю датчик давления масла родное есть но когда его покажу как получится не получится отмыть пополоскал немного кислотой первый раз уже слил чернота прям шла сейчас второй раз попробую слить что-то очень водой сейчас помыть тоже не особо отмыло но вот видно грязь вот здесь вот надо его промыть смыла чуть-чуть светлее стал и куски еду попробую на пару воды смыть потратил я очень три пакета стимул кислоты сейчас просто нехто на блочу купить но уже просвета здесь не на камеры передает или нет уже небольшие просветы появились да это вообще ничего не видно было что он более-менее будет наверное видно потом надо будет еще раз снять поеду когда только побольше возьму пакет с лимонокислотой и промоя очень много грязи отсюда вылилось датчик сломал случайно ладно сейчас что-нибудь придумаем продолжение вот собственно поменял я шланги на силиконовый сразу здесь вот такой шланг вот еще толстый пришпрецевал все все пришпрецевал он кстати снизу не мотор балку почистил с полкило из-под клапанной крышки где-то из-под головки там короче смотрю что на кардан тоже пришпрецевал засвечивает ага видно кардан пришпрецевал эти валы тоже пришпрецевал здесь тоже кардан пришпрецевал здесь на трещотках нету всем привет всем здорова сегодня 2 октября он мой старенький дафиг вот моя новая реноха решил я зацепиться в принципе седло пониже сделал с помощью плиты забыл вот эти в разверхе обломились буду воровать и будем уже подцепляться а надо не забыть номер нормально закрепить вот так в принципе все уже готов так ну все я зацепил здесь вроде не крыло не задевает закисло немного седло кромутился вот так вот смотрел тормоза все берут шланги немножко пришлось след тормоза конечно тормоза так вроде все а вот с правой стороны по-моему вот это ведущий не берет передал вообще как бы не тормозит шланги просто с местами поменять тормоза конечно небольшое неудобство и надо будет с вами как-то подвешивать или что-то еще слишком близко к рецепту а так вроде бы нормально Нормально. Так, вроде, резва убежит. Попробуем. Первый просто. Первый пока так. Так, обороты чуть-чуть поменьше. Как типа подсосика. Ладненько, потом я, наверное, поснимаю. Посмотреть, что как идет. Все нормально, что задевает, не задевает. Вот отсюда я брал ее. Впереди белый стоял. Все равно все решил, вроде зацепил, прокатнулся. Решил Мерседесом заняться. Все так. Я там помазал уже внутри. Мирофитнес-маской. Опа. Сюда одеваем ее. Это тоже помазал, сейчас будем насаживать. Сделал это на 3D принтере. Пацан так. Пацан мне сделал. 300 рублей макет. 200 рублей. Вот эти. Вот эти втулки. Да, это потом надо разложить. Что-то, да, что-то в Рено, что-то на металл выкинуть. Что-то пока здесь вроде надо. Да? Творческий. В общем, уже почти установил амортизатор, который. Вот здесь, конечно, проблематично было закрутить, потому что... Сейчас другую руку возьму. Вот здесь она не прокручивается, приходится полностью амортизатор прокручивать. Я хотел сначала здесь накрутил, потом амортизатор не могу накрутить. Его вот как бы вот так вот прокрутить. Здесь везде упирается. Сначала он закрутил на амортизаторе трубку. Потому что они как бы вокруг своей оси какая-то не крутятся. Только вместе с трубкой. И потом амортизатор крутил и здесь как-то закрутил. Получается, здесь она делается на двух болтах. Это вот стабилизатор. Здесь чашка та, которая была на двух болтах. Один загубил. Ну, то есть еще когда выкручивал. Видно, не видно сейчас? Что-то там хана. У нас, да, по-моему, взял бы вот такой. С другой резьбой, но... Сейчас поправлю там. Чуть-чуть подправлю, чтобы не сломать. Нет. И потом сверху наживлю. И буду тогда закручивать. И попробуем, как что она работает. Так что это за диск, конечно, тормозной. Хе, танки-танки. Не удивляюсь, что он еще родной. Кстати, накладки. Кладки есть. Но диск-то по-любому надо будет купить. Еще где-то широко вам. Надо отогнуть. Если где-то широко. Так что это. Какая-то хиберокия. Немножко. Учился. Как приходит здесь? Пыльники везде. Здесь вот уже это пластик. Видишь? Закрывает. Чтобы муж не гнил. Ну, на удивление. Не гнилой. Вот здесь вот. Краска тока. Слезла. Здесь где-то задел. Будет подварить. А, его, кстати, отстойник какой-то. На бензин. Надо попробовать здесь. Может там водичка. Вот это вот здесь не знаю, что такое. Что за коробка. Фильтр может быть. Топливное. Надо посмотреть. Может еще фильтр поменяем. Жизнь никто не менял. Да, там карается, конечно, я вот конкретно. Ну, так все. Влоки, что смотрю, вроде. Более-менее живые. Здесь. Надо стабилизатор, но это ерунда. Вон там чуть-чуть. Вон там чуть-чуть. Ладно, снимать особо некогда. Надо быстрее доделать, пока не стемнело. Потому что с кефиром заниматься. Переднее правое. Супорт, мне кажется, подклинивает. А, здесь, кстати, на марсе еще сигналка никак не отключается. Вот он, только переднее крыло подняло. Остальное. Все нормально. Немножко не так снимаем, потому что я то в камеру смотрю, что-то так. Это вижу под другим углом. Вот такой марсик. Устанавливаем. Всем привет. Это 2 октября. Решили сделать химичистку. Попросил знакомого, грузана. Запечатлим. Запечатлим, какое было. Потом покажу, какое станет. На память сниму, какая была кабина и сейчас будем отмывать. Ну, не мы. А ты, наверное, да. Плохой танцор. Получается. Получается так. Химичистку делаем. Рыножко. Пакет какой-то. Грядище. Пошли, по-моему. Дело с Мерседесом. Сегодня 2 октября. Сломала втулку, все-таки вырвала оттуда. Но сверху должна быть пластина какая-нибудь, которая фиксирует амортизатор. Считай, пружина вниз давит амортизатор, вверх его подтягивает. Все должно это держать. И, короче, вырвало. Сейчас вам взял болгарку. Пришлось, на дрове я вчера прочитал, распилеть это все. Знакомого. Сначала пробовал. Просто зажал в тиске. Не получилось. Пришлось вам зажать. Так вот. Вот так. Сейчас. Плохо проточил я. Сейчас. Ключ просто оставляется только с одной стороны. Пока попробовал так. Но вот она начала откручиваться. Прочитал я, что эта шаровая как бы меняется. Она меняется. Тяжело не найти. Но подходит вроде с марта. Которым расстоянием здесь. Вот. Смотрю в одну точку. Телефон в другую сторону. Придется вот этот. Заварить опять эту шару. Эти шаровую тогда заказать. Ну и собственно вот. Все. Как-то так. получилось. Все. Поеду потихоньку собирать. Спасибо Drive2. Форуму. Вот он. Вот он. Хозяин машины. А вот я хозяин. Прошлый. Слушай, ну две тычинки есть. Есть. Он оставил. На задней двери. Так-то он нормально вытянул. Вся в родной краске. Была когда-то моя красотка. Три с лишним года. Слушай, а ты... А, ты задний не подкрашил, да, бампер? Нет. Здесь потому что... Царапинка с этим. Я так брал еще. Ух, кисточка просто с ракурой. Нет, она охуенная. Не заметно, да? Да. Она охуенная. Открой, да, я хоть посмотрю там химчистку. Слушай, пахнет как ты тут набрызгал? Нет, ванючку повесил. А, ванючку повесил? Такая чистая. Она давно не была. Такая чистая. Она давно не была. Хорошо перешел. Конечно, вот значок покрасил, заколхозил. Я, блин, смотрю вот так. Снимаю вообще в другую сторону. Все, поехала Мазда к новому владельцу. Снимаю. Снимаю. А? Снимаю. Да. Ему не особо интересно было смотреть на паспорт. Всем привет. 76 октября. Вчера прошла сделка по квартире. Можете меня поздравить. Купил квартиру, которую очень мало. Небольшая, но зато своя. По цене адекватно была, поэтому забрали. Я решил сделать зеркала. Сейчас покажу. Подъехал сюда, чтобы удобнее было. Еле сурбили здесь. Болгарку спилили мне. Свою неохоту было доставать. У коллеги взял болгарку. Спилил зеркала. Вот этого зеркала тоже у меня не было. Оно стоит 2 800. Оригинальная. Я, короче, закалхозил за 350 рублей. Такие сморезики. Ну, как бы далека не видно будет. Я думаю. Свои функции выполняет. Ну и ладно. Сейчас. Барахло. Укинем. Проводочки. И вот это зеркало. А, не 350. Короче, вот два зеркала. Вышло 950 рублей. Сейчас. Вот такое. Закалхожу. Вроде как сказали с подогревом. Вроде только здесь все почистили. Плоховато вида. Но не все отмылось. Въевшийся есть. Сейчас еще темновато так. Но светлее стало. Ну, конечно, это не все оттерлось. Ну и френ с ним. Здесь потом заново отмоем. Буду это подогрев делать. Потому что там провода были откушены. Я сейчас этот. Буду мамочке туда ссылать. Так что такие пироги. Ну, потом как все сделать покажу. Все, в принципе. Немножко закалхозил, конечно. Свою функцию выполняют зеркала. Так что это надо немножко поправить. Чуть на себя напустить. И будет то. Все, ладненько. Лучше потихоньку надо собираться. Переодеваться. И домой. Вот эта вот ошибка загорелась, когда я тут на расширительном бачке. Провод когда оторвал. На расширительном бачке. Провод когда оторвал. Случайно надо сделать. На улице, кстати, вечер уже. Тихонко начинает темнеть. Так что, ребята, до завтра. Завтра уже будут конкретно заниматься. Готовятся к рейсу. Пока некоторые руки грязные. Накидал вещей там. Надо завтра разобрать. Все сделать. И все, и в рейс поедем. Редактор субтитров А.Семкин.